Душенька Ипполит Федорович Богданович в историю русской литературы вошел как автор стихотворной повести «Душенька» вольного переложения романа Лафонтена «Любовь психеи и Купидона». Родился Ипполит 23 декабря 1743 года в Переволочне, недалеко от Киева, в украинской семье. Семья была небогатая, дворянская. Через некоторое время сначала у него было домашнее образование, потом его перевезли в Москву и определили юнкером в юстицколлегии. Ипполит еще в детстве читал много книг и в первую очередь произведения Ломоносова. Ему нравились стихи и оды Михаила Васильевича. Поэт и ученый для юного Богдановича был своего рода кумиром. Его еще интересовал очень театр, и он хотел впоследствии свою жизнь связать с актерством. Но в это время он, когда знакомится с директором Московского театра Хирасковым, тот отговаривает его. Михаил Матвеевич говорил, что актерское ремесло не дело для благородного человека. И Богдановича определили вначале в математическую школу при университете, а потом и в университет, который он окончил в 1761 году. И все это время он жил в доме Хираскова. Театральный мир, встречи всевозможные. Это, конечно, наложило такой отпечаток, неизгладимый на его дальнейший внутренний мир. Затем он начинает писать стихи уже в раннем возрасте. И вот в журнале «Невинные упражнения» печатаются его стихотворения и затем переводы из Вольтера. Богданович пишет две оды в честь Екатерины II. По ее указу, Ипполит Федорович составляет сборник русских пословиц, которые были исключительно положительного содержания, восхваления самодержавия и самой империатрицы. В 1763 году поэт знакомится с графиней Екатериной Дашковой и произведения Богдановича начинают публиковать в ее журналах. Впоследствии Ипполит Федорович становится издателем одного из них. Вскоре Богданович занимает одно из мест в иностранной коллегии и в 1766 году становится секретарем русского посольства при Саксонском дворе в Дрездене. А через три года возвращается в Петербург. И вот в Петербурге он несколько таких видов, так скажем, службы меняет. Он был и редактором, потом работал в архиве и в то же время писал. Книги по философии, статьи, связанные с политикой. Но больше всего любители литературы знают Богдановича как автора поэмы «Душенька», которую он написал приблизительно в середине 70-х годов XVIII века. Впервые она была напечатана в 1783 году в Санкт-Петербурге и до 1841 года переиздавалась еще 15 раз. Конву сюжета он взял у Лафонтена. И не случайно потом Пушкин говорил, что поэт, многие страницы которого достойны Лафонтена. А Лафонтен, в свою очередь, взял этот сюжет у Апулея из романа «Золотой осел». Богданович, используя этот сюжет, меняет мифологический образ и придает главной героине черты простой женщины, близкие каждому человеку. Этот миф, знаменитый об Амуре и психее, который в свое время Пушкин использовал. Мы знаем сказку о мертвой царевне, как королевич Елисей поцелуем, пробуждал ее до сна. По мифу, у царя были три дочери и младшая психея самая красивая настолько была хороша, что превзошла внешностью богиню Венеру. Та узнала об этом, разгневалась и решила наказать девушку. Она приказывает своему сыну Амуру поразить сердце соперницы любовью к самому ничтожному человеку. Но когда Амур увидел душеньку, сам влюбился в нее. Ее сердце пронзет любовью к самому себе. Уносит ее в свои чертоги, но берет с нее клятву, что она не будет стремиться увидеть его. Он прилетал к ней только под покровом ночи. Сначала было все хорошо, а потом сестры замужние, когда она была у них, так сказать, проведывала их, стали смеяться над ней, как это она своего суженного никогда не видела. Они разожгли в ней любопытство, и девушка со свечой подкралась к постели Амура, когда тот спал. Капелька горячего воска упала на его тело, он проснулся и в гневе прогнал ее. А в это время Венера узнает, что не была душенька наказана, и вторичную наказывают, посылает ее в царство мертвых в ад. За якобы божественной красотой. И когда ей в сосуде дали эту красоту, и она возвращалась обратно, опять-таки любопытство сыграло свою такую рукавую роль. Душенька решила посмотреть, как выглядит эта красота. Девушка приоткрыла сосуд, и смертельный сон, которым он был наполнен, охватил ее. Замертво упала она прямо в этой долине. В это время Амур раскаивается, что расстался с любимой, начинает искать ее, и поцелуем пробуждает ото сна. Когда он писал для себя, кто-то из знакомых прочитал, им очень понравилось, и он посоветовал напечатать. И когда в газете вышли его вот эти отрывки, читатели, услышав, прочитав вернее об этом, они потребовали продолжения. И вот он написал до конца, душенька вышла, и успех был очень большой. Все это было еще до Александра Сергеевича Пушкина. Когда же появился гений этого поэта, то произведение Ипполита Богдановича несколько поблекло и потеряло свою популярность. Наш Богданович милую поэму написал, но Пушкина стихи ее убили. К ней граф Толстой рисунки начертал, и душеньку рисунки воскресили. Своё второе рождение поэма пережила, когда известный художник, человек очень знатный и талантливый, граф Федор Толстой создал гравюры душеньки, и Богданович вновь становится кумиром читателей. С 1783 года Ипполит Федорович член Российской Академии, а с 88-го в течение семи лет возглавляет Государственный архив. Увольняется со службы в мае 1795 года и уезжает сначала в Сумы к брату Ивану Федоровичу, а потом в Курск. В наш город Богданович приехал за пять лет до смерти в 1798 году. По воспоминаниям племянника Модеста Ивановича, прожил здесь недолго, но плодотворно. Здесь его воспринимали, уже кто касался литературы и литературных кругов, воспринимали как известного такого человека, прославленного вот этой поэмой. В Курской губернии у Богдановича было свое имение, правда он отказался от него в пользу своей сестры. К сожалению, дом поэта не сохранился до наших дней. Надо сказать, что наши куряне, которые жили в то время и общались с Богдановичем, они очень хорошую оценку ему давали, что это был человек очень общительный, очень доброжелательный. Он привез с собой библиотеку очень богатую. К Ипполиту Федоровичу многие куряне приходили за книгами, в том числе и Миша Щепкин, будущий великий актер. Он, как и вся его семья, был крепостным графа Волькенштейна. Богданович общался с этой семьей, и как-то пришел к ним в дом и увидел мальчика, читающего книгу. Это ему понравилось, и он обратился к нему, а ты, душенька, любишь книжки читать? И они подружились. Богданович оказал на Щепкина такое же влияние, какое в свое время Хирасков на Ипполита Федоровича. С уходом автора душеньки ушел тонкий и чувственный поэт, писавший для друзей и для себя. Но весь мир запомнил его благодаря именно этой великой поэме в стихах. Умер Богданович 6 января 1803 года. Похоронили поэта на Херсонском кладбище города Курска. В память о нем сделали такую скульптуру, изображающую героиню главной его поэмы, душенька. Красивая такая женщина, постаменте, как я знаю, от кроведов, что находился этот памятник первоначально в центре города, там, где у нас городской сад, вот сад первомайский. Потом его перенесли на Херсонское кладбище, но со временем памятник разрушился. Остался постамент, на котором высечены слова из знаменитой поэмы. Но красоту души ничто не изменяет. Она единая, всегда и всех пленяет.